Доброго времени суток дорогие друзья с вами Татьяна Курячева. Сегодня у нас с одной стороны очень серьезный урок, с другой стороны очень простой. Для этого вам необходимо взять обязательно тетрадку и ручку и калькулятор, потому что мы с вами вновь будем сегодня считать. Я уже, наверное, не в первый раз буду показывать вам расчеты, как сделать квалификацию. И сегодняшний урок у нас направлен на объединение мотивационных программ для роста ваших структур, для достижения новых квалификаций. Итак, первое, что мы с вами сделаем, это запишем, какие мотивационные программы существуют и какие преимущества мы от них получаем. Итак, преимущества от мотивационных программ. Дело в том, что вы все знаете мотивационные программы, которые сейчас существуют. И в какой-то момент какие-то определенные мотивационные программы закончатся. Но этот урок всегда будет актуален, если вы будете к этому подходить серьезно. Потому что любая мотивационная программа от компании Фаберлик, она дает преимущество как вам, точно так же и вашим консультантам. Итак, первый пункт. Это сейчас первый шаг. 500 рублей получает новичок, если он делает заказ по первому шагу. За первый шаг. Вы эту всю программу знаете, сделай единовременный заказ или накопительный на 1499 рублей и получи 500 рублей на следующий период. Это одно из преимуществ, которые получает ваш новичок. И если вы являетесь новичком, то это как раз ваше преимущество. Его пропустить нельзя. Второе преимущество. 13000 рублей. Точнее не рублей, а подарки на 13000 рублей за стартовую программу. За стартовую программу. Если вы по итогу сделаете все 7 периодов, двигаясь по стартовой программе, или ваш новичок будет двигаться по этой стартовой программе, то по итогу он получит подарков, наборов на выгоды на 13000 рублей. На самом деле подарки стоят гораздо дороже. Но именно выгода, именно их преимущество, это 13000 рублей. Посмотрите, пожалуйста, ролик по стартовой программе, вы поймете, о чем я говорю. Третий пункт. Третья мотивационная программа. Это на 26000 рублей подарок посуда за накопительную ВИП-программу. ВИП-накопительная. Я еще раз повторяю, хотя вы смотрели ролик, если не смотрели, посмотрите повторно, что если до 18 января вы включаетесь в эту ВИП-накопительную программу, то вы по итогу через год получаете набор посуды на 26000 рублей. То есть это вам подарок от компании. Я сейчас записываю все подарки, на какую сумму вы выигрываете, если вы участвуете в этих мотивационных программах и ваши люди. Четвертый пункт. Четвертый пункт это. Я беру в среднем где-то на 3300 за зимнюю сказку. 3300 рублей те, кто включился в зимнюю сказку. Зимняя сказка. Кто не включился в зимнюю сказку, у меня есть первый ролик по зимней сказке, есть дополнения, обязательно их посмотрите. У вас есть еще неделя включиться в эту программу и получить подарки на сумму где-то в среднем на 3300 рублей. Это подарки от компании. Четвертый, ой, пятый пункт. Пятый пункт это скидки минус 50% на всевозможные пробники и каталоги по ВИП-программе. По ВИП-программе. Смотрите, это я вам показала по тем программам мотивационным, которые существуют сейчас, в 2014 году. Точно так же, когда появятся новые программы мотивационные от компании, вы можете точно так же их зафиксировать и на будущее потом просчитать, на какую сумму выигрывает человек, консультант компании, если особенно это новичок, и показать ему, какие подарки он получает. Это для тех новичков, которые говорят, я не буду работать, я не буду заниматься консультационными продажами, я не буду строить бизнес. Без проблем. Но он может включиться во все мотивационные программы и получить по итогу, смотрите, какую сумму. Подарков на сумму 42 830 рублей. Это не считая того, что он получает, если он все-таки продает продукт, разницу с продаж. Я об этом не буду сейчас уточнять, вы все это знаете, я уже не первый раз говорила. Второй момент. Он получает, если он включается в вип-программу, он выходит на 3%, естественно, имеет премиальный от компании доход по маркетинг-плану. И всевозможные еще, наверное, поощрения от своих наставников. Если вы являетесь наставником и не новичком, то вы можете просто своему новичку сказать, что помимо того, что ты получишь вот это, я еще тебе объявляю свой промоушен. И к этому приплюсуются подарки. Смотрите, какой замечательный момент. Если вы мотивируете своих людей, которые пришли в вашу компанию и являются новичками, то покажите им все преимущества, которые они могут получить. Если вы являетесь новичком сами, то посмотрите, что вы можете пропустить, если вы еще сейчас, в ближайшее время, не включитесь в эту программу. Если вы, предположим, не сделали первый шаг, ну хорошо, вы это просто не получите, на эту сумму будет меньше. Все остальное вам доступно. Понимаете? Если, предположим, вы не включаетесь в эту программу, жалко, конечно, потому что вы теряете огромное количество подарков, но вы зато можете включиться в накопительную программу, в зимнюю сказку и в ВИП-программу. Важно другое. Важно то, что вы должны показать преимущества своим консультантам. И понять, какие преимущества вы можете потерять, если вы не участвуете в мотивационных программах компании «Фабрик». Это один из пунктов, который я вам хотела показать. Но есть тут еще один пункт, и именно о нем мы будем говорить. Еще есть одна мотивационная программа, шестая. Это быстрый старт. Быстрый старт. Очень жаль, что очень многие новички пропускают эту мотивационную программу. Очень жаль, потому что они теряют очень много денег, очень много доходов и очень много возможностей. Если вы еще только пришли, то у вас есть уникальная возможность включиться в эту программу. Если вы смотрите ролик, и вы уже давно в компании, то обязательно рассказывайте про эту программу «Быстрый старт» своим новичкам. Мы были на ассамблее от компании «Фабрик» в Питере, и там на сцене выступала одна женщина, по-моему, серебряный директор, не помню точно квалификацию, важно другое. Она сказала такую фразу, за которую я ей очень благодарна. Она сказала, когда я пришла в компанию, мне никто не сказал, что это трудно, что «Быстрый старт», возможно, многие не могут сделать. Мне просто мой наставник сказал, есть такая программа замечательная «Быстрый старт», и у тебя есть уникальная возможность в нее включиться. И я просто начала работать, и я просто это сделала. Именно когда вы не пугаете своих новичков, и когда вы рассказываете преимущества «Быстрого старта», то они просто начинают это делать и начинают этого достигать. Если вы не сделали, это не значит, что кто-то не может сделать. Потому что, когда я пришла в компанию, у нас этой программы не было. И когда люди упускают эту программу, мне очень обидно, потому что здесь лежат огромное количество преимуществ. И именно про эту программу я вам расскажу чуть позже. Но следующий пункт, который мы с вами рассмотрим, это как вырасти и сделать квалификацию, какие этапы нужны. Здесь я подвожу итог и пишу, как вырасти. Что необходимо делать? Что необходимо делать? Какие пункты необходимо отслеживать, чтобы действительно достичь квалификации? Не только директора, но и выше. Давайте я просто напишу несколько пунктов, и вы самостоятельно их потом разберете. Смотрите, первый пункт. Первый пункт это обязательно приводить и регистрировать новых консультантов. Я напишу, зарегистрировать новых консультантов. И вот здесь я хочу сделать поправочку. Если вы будете регистрировать не менее 30 человек, например, за 3 периода или за 5 периодов, как вам удобнее. Если вы будете просто зарегистрируете не менее 30 человек, то однозначно вы подниметесь по квалификационной лестнице, и вы обязательно достигнете результата. Только с ними нужно работать. Давайте напишем, не менее 30 новых консультантов. Это один из этапов, которые вам необходимо взять себе на заметку, и обязательно это делать. Второй пункт, что необходимо делать? Включить их всех во все программы. Включить их... Я буду писать мотивационные программы, МП. Можно подумать еще маркетинг-план, но я подразумеваю это мотивационные программы. Помните, я вам сказала, вот здесь, какие преимущества он может получить новичок? Вам нужно показать это все. Показать, что он получит. И только после этого рассказывать, какая это мотивационная программа. Что она дает, что необходимо делать. Вначале вам надо показать обязательно, какие преимущества он получит. Он получит, не вы. Включить их в мотивационные программы. Третий пункт. Причем, знаете, как всем говорить. Знаете, какой момент бывает? Бывает, приходит новичок в компанию. И, по-первых, он недопонимает, что он может упустить, если он не сделает какие-то определенные шаги. И только от вас, наставника, зависит, что вы ему расскажете. Только от вас, наставников, зависит, как вы ему это расскажете, как вы ему преподнесете. Я всем своим новичкам рассказываю или присылаю ролики с моими мотивационными программами. Для того, чтобы новичок знал это. Другое дело, выберет он самостоятельно это или нет. Это уже на его, как говорится, ответственности останется. Но мне не будет стыдно. Потому что раньше, честно признаюсь, я не всем новичкам рассказывала о всех мотивационных программах, которые существуют в компании. И были моменты, когда проходило какое-то время, и когда новичок становился уже консультантом, он говорил, ты почему мне это не рассказала? Я бы включился, мне обидно, что я сейчас не могу это сделать. Через какое-то время новый консультант начинает понимать, но ему уже не рассказали. И он уже не может включиться. Поэтому обязательно передавайте, рассказывайте, что он может получить. Третий пункт. Третий пункт. Научить их, как сделать быстрый старт. Научить, как сделать быстрый старт. Даже если вы самостоятельно не сделали быстрый старт, но вы уже сейчас понимаете, что вы упустили, то дайте возможность своим новым консультантам включиться в быстрый старт и сделать это. Потому что, в принципе, вы сейчас уже понимаете свое движение. Если вы новичок, то я далее буду рассказывать, как это делать. Четвертый пункт. Четвертый пункт. Контролировать и обучать. Или, точнее, обучать и контролировать. Что значит контролировать? Это не значит, что вы должны трясти своих новичков, пинать их там. Или, например, что-то как-то говорить. Так, ты должен сделать именно только так. Контроль подразумевается такой. Вы больше знаете. Вы уже понимаете, как работает система. Вы знаете, как сетевом, когда нужно сделать заказ, когда его нужно оплатить, чтобы эти баллы прошли. Поэтому начните контролировать объемы своих консультантов. Видите, раз, ну, предположим, смотрите, каждую неделю лучше, если вы будете контролировать. Прошла неделя, посмотрите, сделали ли какой-нибудь заказ ваш новичок. Если он сделал, и вы видите, что он включился, например, только в стартовую программу, но в ВИП-программу он не включается, возьмите ему, предложите этот вариант повторно. Попробуйте разбить на три недели или на две недели его объемы, чтобы ему легче было понимать. Но вам необходимо вначале обучить его, как это сделать. Как спланировать, как оплатить, как правильно оформить заказ. Обучите новичка и проконтролируйте. Помогите ему включиться не только в мотивационные программы, но и вообще в принцип сетевого маркетинга. Потому что очень многие, когда приходят, они не до конца понимают, что необходимо здесь сделать. Если вы ему не поможете, своему новичку, если вы не помогаете своим консультантам, то будьте готовы, что, ну, не будет у вас квалификации. И если вы не контролируете и не мотивируете своих консультантов, ну, не будет у вас квалификации. И не компания виновата в этом. И не люди, которые, может быть, там не купили или не работают. Вы виноваты. Простите меня, но это точно. Вот прям вот себе запечатлеть эти цифры, эти пункты и прям их отслеживайте. Итак, пятый пункт. Пятый пункт это никогда не останавливайтесь. Никогда не останавливайтесь. Что это значит? Очень часто многие делают как? Ой, я же 30 новичков подписал, а у меня квалификация не выросла. Все, остановились. Начали контролировать, начали обучать. Некоторые вам говорят, ваши консультанты, новички. Ой, нет, я не буду туда двигаться. Все, ручки опустили и настроение упало. Да неправильно. Продолжайте приводить новичков. Продолжайте обучать. Продолжайте контролировать. Продолжайте рассказывать им преимущества мотивационных программ. Продолжайте. Вот знаете как? Давайте представим такую ситуацию. Предположим, вы... Сейчас прям вот другой... Я прям на этом ромке заоскутываю. Смотрите. Предположим. Вот вы находитесь в пункте А. Вот ваш пункт А, то, что находится сейчас. И вы хотите прийти в пункт Б. И предположим, вот здесь очень важно для вас. Не именно в сетевом, не именно в фабрик, а вообще в жизни. Предположим, вам нужно купить что-то очень важное. Возможно, вам нужно пойти в больницу, чтобы вылечиться. Вот сейчас вы здесь, но прийти надо туда. Вы начинаете делать один шаг, другой шаг, третий шаг. Скажите, пожалуйста, вы останавливаетесь на этом месте? Или вы продолжаете идти туда? Ответьте сами себе. Вероятнее всего, если для вас это очень важно, пункт Б, то вы, вот это... Да какие бы передряги ни случались, какие бы проблемы у вас ни случались, вы будете продолжать делать шаги. Правильно? И тогда только у вас получится результат. Только тогда вы придете в пункт Б. Что происходит очень часто? Многие начинают включаться в мотивационные программы, начинают делать определенные шаги. Ведь у вас каждый шаг, он определенный. 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 Точно так же и в сетевом. Это та же деятельность, которая и в жизни. Предположим, вы пошли купить хлеб. На полпути остановились, сказали, да, не буду покупать хлеб. Да никто так не делает. А когда вы на работу приходите, те, кто работает на предприятиях или где-то, скажите, пожалуйста, если вы возьмете и своему начальнику скажете, да не буду я делать. Не хочу, мне не нравится, я не понимаю, зачем мне это делать. Вас или уволят, или оштрафуют, или вам понизят ваши должности. Правильно? Почему-то в жизни мы всегда делаем одни и те же шаги. Ну, может быть, какие-то разные, но в любом случае мы делаем до тех пор, пока не придем сюда. А когда мы начинаем делать это в сетевом, мы начинаем где-то вот останавливаться. Вот это запечатлеть для себя. Потому что сетевой маркетинг, сетевая деятельность, это то же самое, что с нами происходит в жизни. Это как сходить в магазин за газетой. Это точно так же, как сходить в магазин за хлебом. Это точно так же, как вот вы собрались поехать к маме, и вы поехали. И пока вы не сделаете определенное количество шагов для того, чтобы попасть к маме, вы к ней не попадете. Правильно? Для того, чтобы родить ребенка, женщина вначале делает одни шаги, потом она беременеет, потом она ходит с животиком, животик растет, 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 и наступает момент, она рожает. То есть все равно где-то на увеличение, может быть, здесь маленький шажочек, а здесь побольше уже шажочек, а здесь еще побольше шажочек, а здесь вообще большой шажок, а здесь еще больше, и здесь еще больше. Но в любом случае, пока она не родит, она не скажет, все, я не хочу рожать, все. Никто так не скажет. Если вы будете свою деятельность перекладывать на себя, на свою жизнь, и когда вам хочется опустить руки и сказать, да, у меня ничего не получается, да, это бесполезно, представьте, что вы беременны, и вы передумали рожать, что с вами будет. Да природа сама вас приведет, и вы родите ребенка, потому что так в природе создано, потому что есть лето, потом идет, что у нас, осень, потом зима, потом весна, потом опять лето. Идет круговорот в природе. И если вы будете одной цели достигнете, придете в пункт Б, и вот вы находитесь в пункте Б, и вы хотите прийти в пункт С. Это те же самые действия, шаг, 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 не останавливаясь, и тогда вы будете здесь. Это уже следующее достижение, например, это первое достижение у вас, это второе достижение. Предположим, второе достижение вы находитесь, вы хотите прийти в пункт Д. Точно так же, точно так же, не останавливаясь, шаг, 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 и вы будете в пункте Д. И это ваше третье достижение. И так продолжается постоянно, из этого сюда, из этого сюда, далее и далее. Если вы не сделали вот этих первых шагов, то вы никогда из пункта А не достигнете пункта Д. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Для себя просто нужно расписать. Вот этот шаг, что вам необходимо сделать, что здесь, в этом шаге, вам надо сделать, чтобы двинуться дальше. А что в этом? А что в этом? А что в этом? Я вам могу, конечно же, готовую методику дать. И сейчас я вам ее дам. Но только от вас зависит, сколько здесь будет шагов. Может быть, их будет сто шагов. И это ваше сто шагов. И это именно ваша скорость движения. Может быть, вы хотите гораздо быстрее. И тогда вам необходимо сделать, рассчитать, например, 50 шагов. А может быть, вы хотите 10 шагов. Ну, тогда нужно определить. Один шаг – это для вас что? Для кого-то один шаг – это просто зарегистрировать нового консультанта и включить мотивационную программу. А для кого-то один шаг – это все шаги вместе. Это и регистрация в большом количестве, и личный объем в большом количестве, и обучение в большом количестве. И много-много-много разных пунктов, которые вы объединяете в единое. Конечно, концентрация больше. Конечно, где-то бывает труднее, когда вы объединяете это в единое. Но тогда и результат гораздо быстрее достигается. Поэтому сейчас вы напишите себе два вопроса, которые хотите вы себе задать. А я вам их подскажу. Первый вопрос. Куда я иду? Куда я иду? Записали? Записать вам? Хорошо, сейчас запишу. Вы там еще не дошли? Я возвращаю обратно, потому что у нас здесь шестой пункт как раз об этом говорит. Распланировать свои действия. Распланировать свои действия. И вот здесь вот как раз есть вопросы. Куда я иду? Первый вопрос. Куда я иду? Если вы пришли в компанию Фаберлик и хотите пользоваться просто продуктом, тогда напишите «Я хочу пользоваться». И вы просто понимаете, куда вы идете. Если вы пришли в компанию Фаберлик и хотите иметь разницу с продаж и делать консультационные продажи, запишите «Хочу доход с продаж. Хочу делать консультационные продажи». Если вы хотите зарабатывать большие, стабильные деньги, стабильно растущие, тогда напишите «Я пришла в компанию строить бизнес». Куда вы идете? Определите для себя сами. Второй вопрос. Второй вопрос. Когда вы хотите туда прийти? Когда? Когда вы хотите туда прийти? Не знаю, видно у вас или нет последние слова, но я продиктую еще раз. Когда вы хотите туда прийти? Кто-то, помните, я вот здесь рисовала. Кто-то хочет из пункта А в пункт Б, например, прийти за три периода. И включится в быстрый старт. А для кого-то это может быть очень сложно, и он определяет для себя шесть месяцев, шесть периодов. А кто-то, например, один год. Один год. Это равняется семнадцати периодам. Определите для себя, сколько времени вам необходимо для того, чтобы прийти туда, куда вы хотите. Если пользоваться, там проще гораздо. Вы просто пользуетесь и пользуетесь и пользуетесь. Вы, в принципе, не идете куда-то. Хотя, может быть, и тоже идете. Потому что, если вы пришли решить какие-то свои проблемки на лице, на коже, если вы хотите, например, более улучшить свой дом и обезопасить его, значит, вы будете постепенно это делать, покупая нашу продукцию. Но все-таки больше, я говорю, конечно, для бизнесменов, которые действительно хотят зарабатывать большие деньги. Потому что, помните, в начале объединение всех мотивационных программ для квалификационного роста. Поэтому напишите, через какое время вы туда придете. И тогда вам гораздо проще будет распланировать свою деятельность. И тогда вам гораздо проще будет понимать, вот в этом периоде я делаю вот это. А в следующем периоде я делаю вот это. В третьем периоде я делаю это. В четвертом я делаю это. В пятом вот это. И тогда, если вы будете пошагово это делать, то вы, естественно, придете туда. Но помните, представьте, что вы беременны. Я, конечно, понимаю, что многие мужчины нас слушают, и они не могут представить себя беременной. Но в любом случае, ну, представьте. Представьте какую-то другую ситуацию. Когда вы не можете сказать нет. Когда вы понимаете, что вы, ну, 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 никак, все. Мужчина в любом случае, он тоже, пусть жена у него беременна, он же не может жене сказать, все, а мы, короче, это, не рожаем. Тем более, если уже нельзя ничего сделать. Поэтому, вот представьте такую ситуацию. А сейчас мы с вами рассмотрим мое предложение вам, расписанное как пример, если вы являетесь новичком. Те, кто не является сейчас, кто слушает, он не является новичком, запишите этот пример, потому что у вас появятся новички. И вам необходимо будет им расписывать из пункта А в пункт Б, из Б в С, из С в Д. Поэтому вам гораздо проще будет им показать. Итак, пример номер один. Пример номер один. Вы новый консультант. Я пишу НК, я думаю, что вы уже привыкли к этому. Ну, вы новичок. Смотрите, вы пришли в компанию. Как новичок. Я буду к вам обращаться, как будто вы только пришли. У вас первый период. То есть, первый период это ваша регистрация. То есть, вы внесли свои данные и стали привилегированным покупателем компании Фаберлик. Что вам необходимо сделать, чтобы включиться в быстрый старт? Смотрите. Вы. Вы делаете первый шаг. Помните, я вам говорила, что есть первый шаг, мотивационная программа от компании. Вы делаете первый шаг. Он в среднем, где-то было меньше, где-то больше. Сейчас это 25 баллов в среднем. Первый шаг это 25 баллов. Вы это делаете. Второй шаг, который вы делаете. Второй шаг это приглашаете 10 новых консультантов. 10 новых консультантов. Кто это может быть? Это может быть список знакомых. Родственники, знакомые. Это могут быть холодные контакты. Здесь огромное количество методов, которые есть. Если вы не знаете о них, у меня очень много уроков, я не буду застрять на этом внимании. Это и соцопросы, это и подарки, обменяя купон на подарок. Вот используйте любой метод, который вам нравится, который вам комфортен. Это интернет приглашение, это соцсети. Огромное количество разных методов. Не застряю на этом внимании. Вы приглашаете 10 новичков, которые повторяют, повторяют то же самое, что делаете вы. То есть первый шаг. Они делают первый шаг. Соответственно, 10 умножить на 25 баллов. То есть 10 новичков делают по 25 баллов. Смотрите, что у вас происходит. Вы сделали самостоятельно 25. И здесь у вас получается 250 баллов. Итого за первый период у вас выходит 275 баллов группового объема. Я не буду рассчитывать, сколько это премиальных от компании. Вы все знаете, вы очень много смотрели моих уроков. Вам наставники рассказывают. Рассчитайте, сколько получится. Ну, тут уже приличная сумма, которая к вам приходит. Это вы просто сами сделали в первый период. Смотрите, второй период. Второй период. После регистрации. Вы продолжаете включаться все мотивационные программы. Включаемся в мотивационные программы. Это не маркетинг-план, это мотивационные программы. Вы включаетесь сами и включаете своих новичков, которые с вами пришли. Что вы делаете? Смотрите, вы делаете 100 баллов. Помните, я там в самом начале рассказывала? Это здесь включение идет и в стартовую программу для новичка, это и в ВИП-программу, и в накопительную. Может быть, побольше вы сделаете, но в любом случае не менее 100 вы делаете и включаетесь в мотивационные программы. То есть, чтобы собрать это все. Вы делаете 100 баллов. Естественно, там подарки все потом то, о чем я говорила. Дальше, что вы делаете? Ваши новые консультанты, которые пришли в первый период. Вот эти вот. Они включаются вместе с вами в мотивационную программу за 100 баллов в ВИП-программу. То есть, их у нас было 10 умножить на 100. Сколько получается? У вас уже получается 1000 баллов. Ваши новички приносят. Интересно? Дальше. Приглашаете новых консультантов. Помните, я говорю, что постоянно нужно делать одно и то же. Вы приглашаете новых консультантов. Смотрите. Это могут быть и вы можете пригласить, и кто-то из ваших новичков может пригласить. То есть, это вместе. Вы приглашаете 10 новых консультантов. Вы этот момент отслеживаете. Например, ваши консультанты сказали, я приглашу одного в этом периоде однозначно. Другой говорит, а я 10. И он 10 не приглашает. Значит, приглашаете вы. Потому что мы не останавливаемся, а двигаемся дальше. Контролируем, отслеживаем и доделываем. В любом случае, что происходит. Итого в вашей структуре должно прибыть 10 новых консультантов, которые должны сделать первый шаг. Помните мы, как вот здесь вот. Соответственно, умножить на 25 баллов. И здесь у нас получается 250 баллов общее. Знаете, что и того получится? Смотрите. Итого. Итого. За второй период. Вы сделали 100 баллов. Ваши консультанты, которые пришли в первом периоде, сделали 1000. Новички, которые из вашей команды, сделали 250. Итого на второй период у вас будет 1350 баллов. Смотрите, как это выросло. Было 275. Было 275. А стало 1350. Это только лишь потому, что вы делаете определенные действия. Это только лишь потому, что вы сами включаетесь в мотивационные программы. И это потому, что вы включаете своих людей в мотивационные программы. Следующая снимка. Давайте мы рассмотрим. Что происходит у нас на третий период? Третий период. На третий период вы обязательно обучаете уже свою команду и контролируете. Помните, я говорила? Вы обучаете и контролируете. Итак, двигаемся. Вы продолжаете делать 100 баллов. Ну, не менее 100. То есть, вы же в программе, вы же продолжаете делать. Может быть, даже больше будет. Я буду в среднем брать 100. Вы продолжаете делать 100 баллов. Ваши люди, которые пришли с вами в момент вашей регистрации вместе, сразу же. Они продолжают делать. Их было 10 человек. Они продолжают делать по 100 баллов. Соответственно, у вас здесь тысяча. У вас в прошлом периоде пришли новички. Помните? Вот, новички, 10 новичков. Они точно так же повторяют ваши действия шаг за шагом. И новички за второй период, они точно так же включаются в мотивационную программу. И делают по 100 баллов. Получается еще тысяча. Но вы не останавливаетесь и приглашаете. Приглашаете вместе с командой. Здесь вы уже можете сами смотреть. Или сами. Или ваши новички. Вот здесь распределение идет уже от вашего усмотрения. Вы самостоятельно уже это планируете. Если не могут ваши, значит вы просто каждый период приглашаете по 10 новичков. Если кто-то может из ваших людей, почему нет? Пусть растут, пусть развиваются, пусть достигают квалификации. Вы приглашаете 10 так же новых консультантов, которые идут по первому шагу. Которые делают первый шаг. Соответственно, 25 баллов это будет 250. Итого. Итого на третий период у вас получается 2350 баллов. Это 250, которые сделали новички. Это 1000 баллов, которые уже включились в программу. Это 1000 баллов, которые пришли вместе с вами. И это 100 баллов, которые ваши. Итого 2350. Это только на третий период. Это просто вот те действия. Вот просто пошаговые определенные действия. Это просто передача информации. Берете своих и рассказываете им, как вы это сделали. А они просто дублицируют и повторяют вас. Давайте посмотрим, что происходит на четвертый период. Четвертый период. Вы уже здесь контролируете и организуете процессы продаж, процессы рекрутинга, какие-то мероприятия. То есть вы продолжаете обучать. Возможно, здесь вы уже начинаете обучать вот этих ваших консультантов, как обучать и контролировать. То есть вы уже обучаете своих людей и организуете их. И организуете. Обучать и организовывать. Если вы это не будете делать, не будете обучать, не будете организовывать, у вас ничего не получится. Знаете почему? Потому что вот на любое предприятие, когда вы приходите, и вот я сама помню, когда я первый раз пришла после техникума на завод, одно дело нас учили там, другое дело я пришла, и я не знала, что делать. И мне дали наставника, который обучал меня уже именно деятельности здесь. Что делать, как заточить. И очень-очень-очень много действий. Он меня обучал. И благодаря тому, что он меня там обучал, контролировал и организовал где-то меня, я потом просто работала так же, как мужчина, на сделки и зарабатывала больше некоторых мужчин. То есть в принципе, это вообще принцип жизни. Понятно? Смотрите дальше. Что у вас происходит? Вы делаете 100 баллов. Это уже у вас как привычка. Смотрите. Ваши 10 делают по 100 баллов. Это получается 1000. Консультанты, которые за второй период, помните, там были? Второго периода. 10 по 100 баллов. 1000. Ну, у вас же появились еще новые консультанты. То есть вот эти вот, вот, вот они. Консультанты третьего периода. Они тоже включаются в мотивационную программу по ВИП. То есть 10 умножить на 100 баллов, получается еще 1000. Но вы не останавливайтесь, продолжайте действие. Соответственно, вы приводите, приглашаете, приглашаете. Вы или ваша команда всего 10 новых консультантов. Всего. 10 новых консультантов. И они делают первый шаг. Помните, мы с вами писали? Первый шаг. По мотивационной программе. И, соответственно, у них там получается по 25 баллов. Соответственно, 250. Все просто. То есть один делает, другой делает, третий делает, четвертый, пятый. Просто повторяет ваши действия. Если вы не делаете сами действия, вас никто повторять не будет. Понимаете, про что я говорю? Что происходит дальше? Итого. Итого. Здесь у вас получается групповой объем 3350 баллов. 3350 баллов. И я вас поздравляю. Вы директор. Директор. У вас квалификация директора на четвертый период. На четвертый уже период вы директор. И вы прошли по стартовой, по быстр... Точнее, прошу прощения. Вы включились в программу «Быстрый старт». То есть вы пошагово делали действие. На четвертый период вы сделали квалификацию директора. Что нужно сделать для того, чтобы получить шикарнейший бонус? Я переворачиваю. Смотрите. Пятый период. Следующий. Вы повторяете то же самое. Но здесь вы уже управляете и мотивируете своих консультантов. Управляете и мотивируете консультантов. Уже там лидеры работают со своими. Уже кто-то уже организует какие-то мероприятия. Уже они там внутри делают, потому что вы их этому научили. Вы уже управляете этими процессами. Кто куда, кто за что отвечает. И все прекрасно. То есть вы становитесь руководителем структуры. Что здесь происходит? То же самое. Вы делаете 100 баллов. Вы уже так к этому привыкли, что это делаете запросто. Ваши консультанты. Ваши консультанты. Их там у нас получилось уже 30 человек. Ваши консультанты. Другим фломастером напишу. Ваши консультанты 30 человек делают по 100 баллов. Соответственно, у вас выходит 3000 баллов. Но вы продолжаете приглашать. Нет, подождите. Ваши консультанты 30 человек. Смотрите. Прошу прощения. У вас здесь прощает вот такой момент. Смотрите. 10, 20 и 30. 30 консультантов с третьего периода. Но у вас еще есть новички. Вот эти новички, которые делали в прошлом периоде 25 баллов, включаются в мотивационную программу ВИП. То есть, смотрите. Новички, новые консультанты четвертого периода. Они делали 25, теперь 10 человек делают по 100. У вас еще добавляется 1000 баллов. Но вы продолжаете свою структуру приглашать. Или вы, или ваши люди. И вы приглашаете еще новых консультантов. Еще 10 новых консультантов. Вы просто уже за привычку это взяли. И они идут, делают первый шаг. Первый шаг. Соответственно, это получается по 25 баллов. И, соответственно, 250 баллов. Смотрите, что у вас здесь происходит. Итого. Ваш групповой объем. Ваш групповой объем с вашей командой. Со всей, со всей вашей командой. Будет составлять 4350 баллов. 4350 баллов. Что происходит здесь? Здесь у вас получается, вот с этого группового объема, в среднем где-то, в среднем 25 тысяч или 30 тысяч рублей объемная скидка. Точнее, это премиальная от компании. Вот здесь вот я не говорю точно, потому что будет зависеть. Вы приглашаете, если. То тогда у вас чистыми будет там подсороковник. Если ваши люди приглашают, они растут, они развиваются. И, соответственно, колеблется вот здесь вот сумма. Это нужно более точно высчитывать. Объемную скидку вы получаете. Это раз. Второе. Вы получаете бонус. Бонус. Быстрый старт. 40 тысяч рублей от компании. Единовременный бонус. Неплохо? То есть на пятый период опять умножить на 3 недели. Сколько это? 15 недель. 15 недель в среднем разделить на 5 недель. Там получается 4,5 на 5 недель. Это получается за 3 месяца. На третий месяц своей деятельности вы начинаете получать 30 плюс 40. 70 тысяч. Каково это вам? Вам нравится это? А что мы делали? Мы делали просто пошаговые действия. Но это не последний результат. Потому что если вы продолжаете так же делать, и 8 периодов вы еще продолжаете делать, вы еще получите 40 тысяч. Это уже бонус стабильности, вам, ой, прошу прощения, квалификационный бонус компания заплатит. А это бонус за быстрый старт. За быстрый старт. Это для тех, кому нужны деньги. Если вы являетесь новичком. Смотрите, что дальше происходит. Вы двигаетесь дальше, вы повторяете те же самые действия. На шестой период смотрите, что получится. Шестой период. Я расчеты не предоставляю, я просто вам напишу. На шестой период у вас будет 5350 баллов. И вы старший директор. На седьмой период у вас 6350 баллов. 6350 баллов. И вы старший директор. То есть вы открыли квалификацию старшего директора и подтвердили ее. И тогда вы получаете еще бонус за быстрый старт 20 тысяч рублей. Вы получаете бонус за квалификацию старшего директора плюс 20 тысяч рублей. Если вы двигаетесь дальше, там идет еще серебряный директор. И там тоже бонус еще будет еще больше. Я вам не буду об этом рассказывать. Я вам просто показала принцип. По сути, технически все элементарно просто. Многие говорят, у меня не получается. И я вас, наверное, удивлю. У вас не получается, потому что у вас не расписаны действия. И вы их не делаете регулярно. Вы останавливаетесь. Помните пункт А, пункт Б. Остановились. Не буду рожать. Если вы делаете пошагово каждый период определенные действия. И просто мобилизуетесь. То вы обязательно достигнете больших результатов. Вы обязательно сделаете квалификацию. Теперь смотрите, что я вам хочу показать. Помните, изначально у нас был вопрос. Как сделать квалификацию золотого директора. И попасть в следующую мотивационную программу. Она у нас седьмая. Поездка в Китай. Чтобы попасть в Китай в подарок от компании Фаберлик. Вам необходимо в третьем периоде. Что значит в третьем? Сейчас у нас шестнадцатый период. Следующий идет семнадцатый. Следующий идет первый. Потом следующий идет второй. И следующий третий. Давайте посчитаем. Ну пусть я не буду считать этот период шестнадцатый. Пусть не буду. Семнадцатый, первый, второй и третий. Четыре периода. Четыре. Что происходит здесь? Помните, я вам говорила, что происходит на четвертый период? Квалификация директора. Так? То есть в любом случае, это там дальше мы пошли для бонусов. Для того, чтобы включиться в эту программу быстрый старт. Но в любом случае, на четвертый период уже открывают ваши люди квалификацию директора. Или открываете вы. Что происходит? У вас осталось четыре периода. Я этот не беру в расчет. В третьем периоде нужно сделать золотого, золотого директора. Что такое золотой директор? Золотой директор это вы. Это вы золотой директор. И у вас три директора. Под вами директор, директор, директор. У вас от первой, второй, третий. Тогда вы становитесь золотым директором. Три директора. Догадайтесь в трех раз, что вам надо сделать. Вы, наверное, уже догадываетесь. У вас осталось семнадцатый период, плюс первый период, плюс второй период, плюс третий период. У вас осталось четыре периода для того, чтобы сделать квалификацию золотого директора. Кажется, вау, страшно. Да совсем не страшно. Смотрите. Все элементарное, просто. Вы находите трех новых консультантов, которые хотят идти в программу «Быстрый старт». «Быстрый старт». Находите трех и работаете с ними. И эти четыре периода вы, рука об руку, идете с ними по тем шагам, которые я вам говорила. Десять, десять, десять. Вы сейчас, наверное, записываете то, о чем я говорю. Если нет, остановите, перемотайте и посмотрите, что я вам показывала. Простые действия. Каждый период приходят десять новых консультантов. И каждый период, каждые эти десять новых консультантов включаются во все мотивационные программы. Хотя бы в ВИП-программу. И тогда эти трое новых консультантов идут по быстрому старту. И на четвертый период становятся директорами. Кто-то скажет, а как мне их мотивировать? Как? Вспомните. Помните, я вам говорила, что там по итогу вот эти люди, не вы. Вы-то точно получите объемную скидку премиальной от компании. Они получат бонус 40 тысяч рублей от компании. Плюс премиальный доход от компании, от структуры, как минимум 25-30 тысяч рублей. Но они будут еще продолжать двигаться, соответственно, плюс 20 тысяч рублей. Итого, ваши, ваши новые консультанты, включившись во все мотивационные программы. Сейчас покажу. Сейчас, секундочку. Сейчас, подождите. Так. Потерялась я. Подождите. О, нашла. Во-первых, они получат подарки по итогу, как минимум на 42 тысячи рублей 830. И плюс, здесь давайте другим фломастерам. И плюс еще подарки на 42 тысячи 830 рублей. То есть, по итогу, считайте, 40 тысяч, плюс 20, 60 тысяч, плюс 30, 90 тысяч, и плюс 42, как минимум 132 тысячи рублей. Ну, это я в среднем сказала. Это получат каждый из них. А вы по итогу получите поездку в Китай. Вас компания одарит тем, что вы это сделали. Вас компания одарит тем, что вы просто-напросто привели людей, обучили их, как это сделать. Вы помогли им, смотивировали их, и с ними вместе пришли к этому замечательному результату. То есть, вы сделали не только из А пункт в Б, не столько из Б в пункт С. Вы сделали из пункта С в пункт Д. Вы получаете преимущество. Ваши люди получают преимущество, потому что они повторяют вас. И эта поездка в Китай, она не последняя. И, вероятнее всего, будет следующая мотивационная программа от компании Фаберлик. И они будут участвовать в следующих поездках, но уже вместе с командой вы поедете. Есть одна маленькая фишечка. Попробуйте не просто 3 новых консультанта пригласить, потому что не все захотят и не все смогут. Помните, я писала 10 новых консультантов, а потом еще 10 новых консультантов. Из 20 или из 10 новых консультантов вы однозначно найдете тех мотивированных, которым нужны большие доходы и нужны большие деньги. Тех, которые хотят действительно кардинально изменить свою жизнь и действительно хотят вырасти, зарабатывать для своей семьи шикарные деньги, получать замечательные подарки и вместе с вами рука об руку организовывать потрясающие мероприятия, на которых поздравлять своих уже консультантов, своих уже лидеров, которые будут включаться в быстрый старт и будут включаться во все мотивационные программы. Давайте я просто зачитаю несколько пунктов, что подведем итоги, что вам необходимо делать. Я не буду это записывать, потому что мы с вами уже это записывали. Первое. Самому ответственно относиться к включению в мотивационную программу. То есть самому делать и включаться во все акции от компании и во все мотивационные программы. Только тогда вы сможете рассказать преимущества всех мотивационных программ. Второе. Мотивировать людей на акции при рекрутинге. То есть когда вы только приглашаете, уже покажите, какие преимущества он может получить. То это, знаете как, во что вы вовлекаете. Когда вы при регистрации не говорите, ну подпишись, пожалуйста. Ну давай я вот тебя зарегистрирую, будешь пользоваться со скидкой. Расскажите, что он может получить. Еще в момент, когда вы с ним разговариваете. Пока еще не оформили. Чтобы человек был мотивирован изначально. Третий пункт. Прописывайте своим новым консультантам все преимущества именно их. Что они пошагово и по итогу получат. Обязательно. Четвертый пункт. Распланируйте со своим новым консультантом движение по акциям и по росту. Помните я говорила, кто-то может быть это 100 дней, кто-то не включится в быстрый старт, но в течение года хочет квалификацию сделать и получить по итогу потом бонусы и хорошие доходы. Поговорите. Распланируйте это с ним. Пятый пункт. Помогайте и обучайте их, как это сделать. Что значит помогать? Не нужно за них это делать. Помогайте, поддерживайте, рассказывайте. Где-то мотивируйте, где-то по головке гладьте. Где-то говорите спасибо. Обязательно будьте участником их движения. Участником их достижений. Потому что ведь для человека это очень важно. Когда ему говорят, какой ты молодец, у тебя все получается. Шестой пункт. Контролируйте объемы своих консультантов каждый период. И я рекомендую вам каждую неделю контролировать, для того, чтобы не получилось так, ой, я ничего не успел. Если вы будете каждую неделю контролировать объемы своих консультантов, вы сможете им подсказать, дорогой, ты не успеваешь, тебе необходимо вот это доделать. То есть помогите им сориентироваться, потому что вначале многие не понимают. Только потом они уже начинают понимать. И ваше участие играет огромную роль. Седьмой пункт. Всегда не останавливайтесь на достигнутом. Помните, я говорила, вы уже достигли квалификации. Продолжайте регистрировать людей, рекрутировать, обучать и проводить мероприятия. Восьмой пункт. Возьмите ответственность за свою деятельность и за достижение цели. На себя. Не думайте о том, что происходит в государстве. Не думайте о том, что у вас в семье какие-то там, может быть, неурядицы и вас не понимают. Не думайте о том, что ваши консультанты что-то не доделали. На себя возьмите ответственность. Вы тогда, знаете, когда вы будете зависеть только от себя, то вы точно будете реально понимать, что вы сделали, чего вы не сделали и что вам необходимо сделать. Тогда вы точно придете к той цели, о которой вы мечтали. Девятый пункт. Это как раз он. Рассчитывайте только на себя. И доделывайте, если вдруг вы видите, что ваши консультанты не справились. Не зарегистрировали они новичков. Зарегистрируйте вы. Не сделали они личный объем. Значит, возьмите и новых зарегистрируйте, сделайте с ними больше объем. Или сделайте лично свой объем. Обязательно доделывайте то, что не сделали ваши консультанты. Потому что они-то делают для себя, а вы-то делаете тоже для себя. И если вы не будете доделывать, то ваши цели будут оттягиваться. И потом наступит момент, что вы скажете, ну не успела я, ну не получилось. Десятый пункт. Это правило. Каждый человек мечтает, чтобы ему хоть ласковое слово какое-то сказали. Это очень важно. Особенно в России. Да я думаю, что даже не в России. Это очень важно, когда его хвалят. Одиннадцатый пункт. Делайте и идите вперед. Наращивайте обороты. Помните, я говорила, шажок может быть первый маленький, потом он должен быть чуть больше, потом еще больше, потом еще больше. Вы привыкнете и будете это делать запросто. Двенадцатый пункт. Обучайтесь, применяйте в деятельность и создавайте свои методики. Продолжайте обучаться. Продолжайте наращивать свой уровень компетенции. Потому что когда вы компетентны, ваши консультанты хотят быть рядом только с вами. Они не смотрят в сторону, они не уходят в другие компании, они не уходят к другим наставникам. Они вас ценят, уважают и они понимают, что им есть чем гордиться своим наставникам. Если вы готовы поехать в Китай, тогда у вас все впереди. Мобилизуйтесь, расскажите своим людям и получите тот результат, о котором вы давно мечтали. Субтитры сделал DimaTorzok